В прямом эфире новости продолжаем выпуск. Сегодня в Красноярске состоялось заседание Общественного совета по науке, образованию и культуре Красноярской митрополии. Там эксперты из разных сфер обсудили перспективы воссоздания в Краевом центре Богородицы Рождественского кафедрального собора. Мнение большинства таково, храм нужно строить в историческом центре города на Стрелке. Именно там на берег Енисея впервые спустились основатели Красноярска казаки, с которыми на эту землю пришло православие. Виктор Самусенко продолжит тему. Сегодня историки, архитекторы, искусствоведы, религиоведы, а также эксперты из других сфер собрались в Краевой библиотеке на заседание Общественного совета по науке, культуре и образованию Красноярской митрополии. Главная тема круглого стола – возрождение в Красноярске Богородицы Рождественского кафедрального собора. Эта встреча началась с погружения в прошлое. Сотню лет назад храм был гордостью красноярцев, рассказывают историки. Крупнейший за Уралом кафедральный собор вмещал тысячи верующих. Но наши предки, посещавшие службы, в то время не могли предположить, какая драматическая судьба уготована этому зданию. После Гражданской войны его разграбили, а в 36-м и вовсе взорвали. И только в начале 90-х для храма настало новое время – эпоха Возрождения. Серьез об этом заговорили лишь после визита патриарха в Краевой центр. Благословление, возрождение собора святейшим патриархом московскими всей Руси Кириллом логично. Миллионный город и без настоящего кафедрального собора. Как-то не по-христиански. Да и Покровский уже давно не отвечает современным требованиям. Храм, безусловно, необходим, потому что наш замечательный, небольшой, исторический Покровский собор, он просто не вмещает всех желающих, особенно в моменты принесения мощей или в моменты праздников больших. То есть, несмотря на то, что у нас действительно есть два таких исторических храма, это Покровский и Троицкий, нам, безусловно, нужен новый большой храм. Место, выбранное для строительства, не случайно. Именно на Стрелке высадились казаки, основавшие Красноярск. Ведь с ними в сибирскую землю и пришло православие. В наши дни институт права на ту же землю, понятно, изменился. Но в настоящее время работа по возврату участка в муниципальную собственность уже подходит к концу. Интересный факт. Бывший собственник планировал построить здесь торговый центр, но отказался от своих планов сразу, как только узнал, что эта площадка рассматривается как место под кафедральный собор. Я просто убеждена в возведении этого храма. Наш поступок, жест, если бы мы способны оказались помочь вот этому событию, непременно Богом был бы оценен. Она ценится Богом. Потому что это не только ваше, мое личное дело. Это вселенский масштаб события. Мы будем прилагать все усилия, чтобы храм был воссоздан и маленькая справедливость восторжествовала в том числе и в историческом. 21 сентября в православном календаре Красный день. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Символично, что именно в этот день на месте будущего строительства состоится торжественная закладка камня. А площадку еще и осветят. Торжественная церемония освящения митрополитом места будущего строительства собора состоится завтра ровно в полдень в районе Стрелки. Священнослужители приглашают всех желающих стать свидетелями этого исторического события. Виктор Самусенко, Сергей Леонов. Новости.